Война продолжается. Пока Россия терроризирует восток Украины, Запад продолжает бомбить Кремль своим демократическим оружием – санкциями. США объявили о новых санкциях против России в связи с событиями на Украине. Эти ограничительные меры коснутся семи должностных лиц, в том числе вице-премьера Дмитрия Казакан, главы Роснефти Игоря Сечина и других, а также 17 компаний. Что касается санкций, о последствиях этих санкций должны прежде всего думать те, кто их собирается вводить. Недавно президент США Барак Обама подписал персональные санкции против самых приближенных к Путину чиновникам. На федеральных каналах они красавцы. Доктор физико-математических наук, лауреат государственной премии СССР. Российское телевидение представляет своему зрителю кошельки Путина как меценатов и ученых. Российское телевидение представляет их своему зрителю как меценатов и ученых. Хотя на самом деле они обычные прихлебатели, подбирающие крошки с барского стола. Правда, золотые крошки. Наилучшим доказательством марионеточной фиктивности приближенных к Путину бизнесменов является Олимпиада в Сочи. Каждому было дано указание, сколько и во что вложить. И потом, откуда и куда переложить. Для них эта Олимпиада еще до своего начала оказалась золотой. Самого Путина российское телевидение тоже преподносит зрителю совсем не тем человеком, которым он является на самом деле. Экономическая поддержка со стороны России не может продолжаться бесконечно, заявил сегодня Владимир Путин. Путин в четверг пишет европейским коллегам открытое письмо. Вот уже 14 лет его каждый день показывают по телевизору. Президент Путин. Владимир Путин. 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 Такой разведчик любит объективы. Его вдохновляет, когда за ним с восхищением следят миллионы верных глаз. Он всегда знает, что им сказать. А они всегда чувствуют, когда им нужно аплодировать. Как утверждает президентская администрация, свыше 70% населения поддерживает политику власти. Это почти 100 миллионов человек. Это главная победа Путина за эти 14 лет. Победа над волей и разумом собственного народа. Восхищённые электораты не задумываются, что видит Путина таким, каким он сам себя показывает. Владимир Владимирович собственноручно рисует автопортрет с названием «Я Путин. Версия для народа». Вот один из телеавтопортретов ВВП, показанный на телеканале НТВ в 2012 году. Журналистам удалось прорваться в резиденцию в Ново-Огарёво и остаться с президентом на неделю. Президент не возражает присутствию якобы зубастых журналистов на своей территории. Он же доступный, он же с народом. Путин практически ничего не запрещает своим журналистам. Ну и что ещё там, наркотик? Ну ладно ещё, наркотик. Я в руках никогда не держал. Для полноты автопортрета в резиденции перед камерой разыграют спектакль с ночными приёмами государственной важности. Путин не боится острых вопросов об оппозиции. Уверен, оппозицию поддерживает мизер. Его масса. Нельзя сделать вид, что это все наши граждане. Наоборот, подавляющее общество поддерживает. И вот это даёт основания заниматься той государственной деятельностью, которую я занимаюсь до сих пор. Тут же объясняет, что страна должна жить так, как он чувствует. Мне трудно это передать. Это какая-то химия, какое-то внутреннее чувство правильности, правоты того, что я делаю. И чувство того, как люди на это реагируют. И не только такая узкая группа уважаемых мной интеллигентов, но и такой коренной русский народ. Ещё Путин милосердный. Устами своих журналистов за год до выхода Ходорковского из тюрьмы президент обратился к заключённому бизнесмену, намекая обратиться к нему с помилованием. Не было бы большой пользы, если бы Михаил Дубанковский вышел из тюрьмы. Не нарушая, если вы счастливы из тюрьмы. Помилуй. Я этого нужен, чтобы он обратился с помилованием. А если он обратится, вы... Я рассмотрю. Раскрывался Путин с журналистом в различных позах. В личном кабинете. Обздоровые мужики. Вот, поколотите. В бассейне из-за чаепития. Коня не приставать, некрасивая. Нет, коня приставая. Очень приятно. В личном самолёте. Кто-то есть в стране, кто... Ну, или не понимает, что-то не хочет понимать. И даже по дороге на работу. В своём кортедже. Знаете, что Москва вообще стаяет? Просто на снег. Безнадёжный стоит. Проблема много. Я сожалею, откинушу свои извинения. Не видели, как президент Франции ехал на инаугурацию по заставленным машинами дорогам? Он хороший человек, но я по признам не занимаюсь. Работать надо. Таким себя Путин показал в 2012 году. Журналисты довольны. Своё внедрение в президентскую жизнь громко называют эксклюзивом. Что целых 12 лет оставалось за кадром. Мы были первыми из простых смертных, кто смог это увидеть. Сейчас вы станьте вторыми. Наш эксклюзив. Смотрим вместе. Наверное, журналисты НТВ не видели этот фильм. Аналогичный фильм «Автофортрет про Путина» снят в 2000 году. В первый год президентства ВВП. Один материал из ФСБ, но его переворачивать не будем. Вот так. Опять же зубатые журналисты, которые, не стесняясь, заглядывают во все углы путинской жизни. Это материалы завтрашней поездки в Иваново. А как же без чаепития журналистов и президента? Всё тот же эксклюзив в кортедже, в котором через 12 лет так же эксклюзивно будет кататься журналист НТВ. Бассейн, самолёт, встреча. По своей сути и структуре автопортреты идентичны. Главная задача – показать президента разносторонним молодцом. Вам уютно на диванах такого цвета? Вполне. Ну, всё, тогда можно. Ручные журналисты готовы и дальше убеждать страну в том, что лучше, чем он, не сыскать. И народ верит. Правдивая современная история Российской Федерации существует только в интернете. Эту историю не вносят школьные учебники. Её не пропадают на исторических факультетах. Называя «чёрное белым», Путин пишет новую русскую летопись. Он долгие годы убеждал свой народ, что ложь – это правда. А правда – это ложь. Главная победа Путина – слепая любовь россиян. Эта любовь окрыляет и развязывает руки.